всем огромный привет с вами любовь друзья сидела я сидела дома 4 дня безвылазно вдарилась в вязание что-то я так соскучилась а на улице снежно-морозно и мне захотелось просто сидеть смотреть телевизор и вязать и я никуда не ходила и видео не снимала а вчера думаю поеду-ка я съезжу на цветочную базу посмотрю вдруг там что-то интересненькое завезли привезли или пусть нового года что-то осталось ну и прогулялись с мужем и вот я купила новиночки мое первое видео в 2022 году начинается с новинок друзья это уценка и я сейчас по одному цветочку буду распаковывать и вам показывать у меня два цимбидиума 2 фаленопсиса вот таких высоких фаленопсис маленький камбрия вот такая маленькая и зигопиталум он без цветов я выбирала просто куст цветок там но они уже отсветшие были естественно какой-то темный темный темно вишневый бордовый или какой он там я не знаю и я выбрала просто вот кустик мне было там не до цветов цветонос у него вот сухой а мне важно было что бульбочки целая и сейчас вот с вами вместе мы будем их рассматривать и конечно я вам цены тоже назову я не скажу что это уценка дешевая что они прям мне достались задаром нет дороговатые цветочки в этот раз но мне кажется они все-таки за эту цену выглядит неплохо как вам напишите первый цимбидиум он какой-то лимонного цвета лимона лаймовый цвет и в принципе еще он не отцвел до конца и цветочки так неплохо выглядят цветы крупные красивые мне прям очень понравился томик не надо ты мне сейчас свалишь вот видите озорник что делает землекоп продолжает копать эти горшки цветы приходится это скотчем все залеплять гулять с ним сейчас не могу морозно-снежно эти 20 видео я купила по 1000 рублей но может быть этот 1100 а тот 900 потому что тот без цветов в общем два я купила за 2000 поставил телефон крепление прямо у меня посередине экрана не вижу что снимаю сейчас перецеплюсь ну что мне кажется кустик очень даже неплохой за такую цену вот посмотрите томик свалишь мне горшок ведь свалишь мне горшок а да что же за безобразник второй цимбидиум выглядит конечно победнее может быть я его и дороговато купила но в совокупности с тем цветочки увяли сейчас попробую показать вам вот такой расцветки он цветочками конечно все уже отвалились такой видите желтый с коричневым тоже красавчик будет красавчик когда у меня зацветет в принципе хочу сказать что розетку него все хорошее цветонос вот засох но розетка хорошая и высокие растения это растение то высокие видите крупные этот высокий фаленопсис и он еще с цветоносом я купила за 550 рублей это тоже томик не тяни мне за этот иди отсюда тянет мне за провод это какой-то кошмар надо бы выгнать и закрыть дверь а он как бы немножечко уже увядает но мне так понравились расцветки этих цветов не знаю вот эти будут бульбочки еще распускаться или нет почему их уценили я не знаю наверно потому что они стали убедать я вам создать и покажу вот смотрите была цена у него 1300 вот на пакете написано 550 то есть ничего не вру почему-то оценили не знаю в принципе могли бы наверно постоять но наверное они уже начали терять декоративность и они решили наверное его оценить две стрелки бутоны есть может быть они уже не будут осыпятся но прям очень мне понравился друзья я знаю что кто меня смотрит давно наверняка помнит я говорила что я люблю орхидеи только не фаленопсисы но как говорится от любви до ненависти и от ненависти до любви один шаг не знаю конечно не все расцветки мне нравится но все таки стал я к ним тоже более так внимательно и более интересно ну и в плане ухода мне кажется они все равно проще чем те же пресловутые декоративно лиственные бегонии их можно замочить до и дней 10 потом не поливать то есть для меня вот с поливом будет в этом плане проще сейчас начнется сезон дачный опять начну уезжать и с поливом мне опять придется очень много возиться но верни как придется рано утром вставать поливать все убежать на дачу поэтому сильно пьющие растения для меня уже становится проблематичными а вот орхидейки залил подержал слил поставил они напились и все и долгое время им пить не надо нет конечно с ними ну тоже нужно работать для того чтобы они хорошо росли для того чтобы цвели для того чтобы растили листву корневую конечно за ним тоже уход нужен все это понимаю это второй фаленопсис который тоже стоит 550 у него обратная страна видите немножко лаймовая сам он белый губа бордовая и что мне нравится цветы крупные крупные цветы томик не дергай ты шо же за такое в экстремальных условиях снимаю я тебе проводок кинула вон на пол жуй кто skoda кто непослушный ну и тоже так на первый взгляд вроде бы все нормально я смотрел опять же шейка чтобы была сухая чистая чтобы корешочки хоть какие-то там торчали здоровенькие ой зигапиталом я купила за 690 рублей стоил он но была во всяком случае цена до этого написано 1050 вот этот конечно наверное я купила дороговато но мне понравился костик вот эти бульбочки понравились как выглядит симпатично и расцветка там были засохшие цветами расцветка мне понравилась он какой-то темного цвета здесь вот у меня нет ни одного цветочка просто засохший цветонос а на тех вот были цветы я сейчас не помню какого-то темная темно-бордового темно-вишневого ну что-то темное я люблю такие вот темные тона верни расцветки а так вот все таки тоже мне кажется что кустик очень даже хорошие но во всяком случае я старалась выбирать пушистые здоровые кусты коты мои берутся камбрия вот такая красивая малышка стоит этот горшочек этот кустик 300 рублей тоже так здоровенький он конечно молоденький маленький но кустик весь здоровенький и он даже еще не до конца отцвел так как где у меня этот пакет сейчас я посмотрю какая цена была написана или нет неудобно держать 630 был да видите он такой недорогой был 630 300 рублей но он вот маленький либо он менее либо он еще молодой кустик может быть мини какой-то написано просто камбрия 300 рублей такой хороший кустик и еще даже на цветочки можно полюбоваться друзья сейчас еще утро ранее то есть я проснулась около четырех и болел свалялась не смогла спать думаю пойду поснимают цветы но и коты мои активизировались тоже выйти за окном темно и коты мои активизировались сейчас самое время начало шестого и все самое бегать может быть вам и не слышно их будет но меня не вот я все боюсь когда они несутся боюсь как бы они не снесли мне тут стул с подиум подиум мой чтобы не снесли ну и завершающая орхидейка фалинопсис 450 рублей это я не знаю уценка была ли не уценка была нарисована цена одна возможно я не обратила внимание что там одна цена написана и скорее всего это не уценка а растения все-таки такие были уже тоже увядающие наверное мне нужно было поинтересоваться может быть они мне с нее бы скинули но я что-то глянула 450 рублей думаю как то недорого и я почему-то решила что это уже уценка не знаю во всяком случае во всяком случае на ценнике стоит одна цена и она не перечеркнута и не изменена вот наверное я все-таки здесь лопухнулась можно было у них спросить уценить можно его или нет хотя когда она общую сумму мне считала она мне скинула округлила там 40 рублей по моему скинула так что можно сказать что я ее купил за 400 вот такая симпатешная пятнистая красоточка а может быть все-таки это и распродажа потому что у нее кулек был такой короткий как будто обрезанный может быть они в другой кулек поставили может быть она и стоила дороже не знаю друзья что вы думаете по этому поводу 450 рублей это была уценка или это ей цена такая хомяк хомяк доволен я тоже вот только никак не возьмусь за пересадку на этом друзья все обзор закончен по поводу пересадки спрашивали меня любовь будете пересаживать будете снимать или нет да буду но у меня получилось так что сейчас у меня орхидей много и за один раз я их все не пересажу я их буду пересаживать частями и начну я наверное с тех которые я приобрела в последнее время которые у меня раньше были они уже были пересажены в прошлом году поэтому с ними можно повременить они сидят у меня в корее в керамзите фаленопсисы и в орхидейном грунте сидят камбрии дендрофаленопсисы а вот из тех которые последний раз покупала которые не пересажены которые в таком грунте приходили в покупном я их буду пересаживать и тогда конечно буду снимать когда я за это возьмусь я не знаю понимаю что нужно времени осталось мало до сезона дачного нужно по до этого времени все сделать кстати ездила в леруа мерлен вчера за трубами хочу переоформить окна у меня на багетах вот висят горшки а я хочу на трубы перевесить а багеты задействовать опять под шторы купила шторы и забыла хотела купить ведь уголь и купить коры и керамзит крупного и все забыла совсем вот лежат друзья у меня шторочки я купила новое там он в пакетиках крепежи всякие трубы но как вы понимаете это будет совсем другая история а хочу я опять уюта свое время я все шторы посняла потому что вот так цветы стала вешать а сейчас хочу опять шторки повесить хочу уюта и вы знаете багету чтобы освободить купила трубы в общем будет переоформление окон и как вы понимаете это тоже будет совсем другая история кому интересно как я буду пересаживать свои орхидеи кому интересно какие цветы у меня еще есть что с ними так кому интересно как будут выглядеть мои окна я буду снимать видео до и после что я с ними сделаю как я их переоформлю как буду подвешивать цветы и т.д. и т.п. друзья в общем кому все это интересно кто хочет со мной остаться интересно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии а я говорю вам до свидания счастья вам и здоровья берегите себя и своих близких с вами была я любовь и мой садик цветов с вами была я любовь и мой садик цветов